Миссионерская школа Мы находимся на официальном открытии Международной миссионерской школы Пресет Министр Евразия, который проходит на базе Молтелеком в Аргеевском районе 30 июля. Целью миссионерской школы является подготовка христианских служителей для миссии через спорт и журналистику. 44 студента из 13 стран мира приехали для интенсивного обучения в миссионерской школе на факультетах по спорту и журналистике. Восьмой год проходит обучение служителей на территории Молдавии. Директор школы Василий Филат дает оценку эффективности обучения. Конечно, по сравнению с первым годом, отдача школы, результат от школы намного выше, потому что на протяжении этих лет мы научились, как подбирать студентов. Мы подбираем верных людей, верных и способных людей, которые потом будут служить согласно с тем, для чего мы их готовим. И думаем, что качество студентов, тех людей, которых мы набирали в школу, оно возросло. Конечно, и с каждым годом мы усовершенствовали и программу, и содержание, то, чему мы готовим. И это тоже дает свой эффект. И как 80% отдачи есть, но, по-моему, это очень хорошая отдача, потому что не думаю, что есть школа в мире, которая может сказать, что у них 100% результат, ожидаемый результат. В смысле, вовлечение студентов в служение. Поэтому я очень доволен и благодарю Бога за студентов, за выпускников этой школы, за то, как они работают. Некоторые из них намного-намного превзошли наши ожидания. На 500-600 тысячи процентов превзошли ожидания. И это очень радует. На церемонии открытия были гости из Молдавии и других стран. Шериф Гатас приехал из Египта для того, чтобы перенять опыт спортивного факультета и передать его в странах Восточной Африки. Его сын будет обучаться на факультете по футболу. В начале я пытался узнать, как это происходит с этим программом, интенсивным программом. И как мы можем это делать с этим. Но я нашел это очень странно. Это очень интенсивный программ, но это очень приятный. Вы не чувствуете, что вы делаете много, но вы делаете много. И когда день идет, вы увидите, что вы учили много. Вы учили спорт. Вы учили спорт. И я думаю, что это очень важно для будущих миссионеров, чтобы узнать, как жить в кросс-культурной коммунистике. Прозвучали наставления для студентов от руководителей и учителей школы о важности духовного роста и пребывания со Христом, чтобы надеялись на Бога и черпали силы у Него. Несли свое служение с дерзновением и самоотдачей. Никита Аистов приехал из России в город Чита учиться первый год на факультет Тэквондо. Я хочу научиться благовестовать, хочу открыть свою группу, когда приеду в свой город. И также хочу служить по всему миру как истинный ученик Иисуса Христа. Хочу прославить Господа действительно своей жизнью. Любовь Бычкова, студентка второго курса из России, город Томск, после первого курса открыла группу фитнеса для девушек в своем городе. Одна ученица из моих тренировок, она обошла все залы, которые были у нас в поселке и сказала, что мои тренировки, они на очень высоком уровне. И это еще раз доказывает о том, что в миссионерской школе работают профессионалы. Некоторые студенты сталкиваются с трудностями по оплате обучения в школе. Но это не останавливает их, а побуждает искать решение. Татьяна Чубан, студентка третьего курса Тэквондо, рассказывает, как Бог помог ей найти средства. Буквально за два часа у меня нашлась вся сумма. Я увидела, как Бог работает, и через разных людей, даже которых я совсем не знала, Бог дал мне всю эту сумму, и вот я сегодня здесь. В конце программы директор школы Василий Филат помолился за всех студентов и преподавателей школы. Я молюсь, чтобы, во-первых, они усвоили все, то, что будет преподаваться здесь. Я молюсь, чтобы отношения их сердец сформировались здесь хорошие. Это самое важное, потому что эти знания, которые мы даем, эти навыки, если там не будет правильного отношения, результата ожидаемого не будет. Поэтому я молюсь, чтобы правильное отношение, правильное расположение сердца было здесь, и, конечно, чтобы они усвоили все это, и потом, чтобы они пошли и служили, и применяли, и чтобы они были образцом для тех людей, кому они будут служить. Международная миссионерская школа приглашает волонтеров в миссионерский поход, который будет проходить с 9 по 11 августа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова